канал таежный обитель приветствует вас ну вот добрались мы с Василием Петровичем до зимовья его снегом маленько завалило сейчас расчистим Петрович разжег печку и будем здесь с ним жить вот и Петрович вышел только что приехали походим тут поживем и поснимаю что-то порассказываю что-то покажу Петрович ну что никто ничего не тронул что нормально а все нормально рожок смотрю печка запахтела так дровишки у нас есть на первое время наколотые все по-хозяйски наколотые есть лопаты сейчас снег уберем вот она избушка надо воду добывать идти в воду туда будем лед потом в мешке нет я здесь на ключе разливаются наледи берут да налить есть а вон ну вот избушка попробуем потом порыбачить следы если какие-то есть ну шабалиный след мы уже видели ага темно в так вот так вот она два окошечка печка затарахтела рюкзаки наши тут снег разгребать взялся моя съемка ладно удачи нам Петрович будем продолжать потом съемки ну вот уже вечер хозяин завалинки закидывается снегом чтоб потеплее были было а я приступлю обдирается бориска вот попала самочка такая вот средненькая по цвету ну все равно добыча и мы ее сейчас обдирем обдираем через рот это вот есть через загузок а есть через рост вот нож большой у меня я привык им ножом у меня такой универсальный беру его так вот руку и начинаю с нижней губы есть обрезают но раньше вот это вот все не нельзя было нарушать шкуру нигде поэтому сейчас бывает вот так раз это обрезали я видел но уже я по-современному не знаю я поэтому буду показывать как меня учили вот обдираешь нижнюю челюсть здесь я вот к ложу тряпочку у меня специально и я на тряпочки есть подвешивают к потолку есть цепляют крючок там за подоконник или за стол и крючок цепляют вот за это место и обдирают руками вот так одной рукой помогаю а другой ножом режу так ножом колол лед сегодня воды сразу не достали пока оказалось что вода была рядом нормально петрович вот пришел хозяин чего засыпал да будет потеплее избушка теплая сухая она сухая нравится мне очень просто так сложилось что в этой избушке давно не были и мы ее вот тут сама аккуратно надо около глаза это все обдирается а вот где глаз надо обязательно подрезать так мишаня дал ножичек еще один попробуем маленьким ну-ка о лед долбил я сегодня я же петрович лед долбил тем даже ну и не поточил даже нормально вот глаз аккуратно вон вот так тоже не нарушаем аккуратненько палец палец подтыкаем и и вот так вот раз раз глаз прошли ну смотри у него какой вижу гусю но нашу очень острый он его еще не пробовал наверно да и вот тут где губа тоже аккуратненько купа вот так теперь пальцем до уха обдираем вот так вот рукой можно вот так тряпкой удобнее тоже держать так вот мы пальцем не надо ножом аккуратно ну сдуру говорят можно порвать шкуру доходим до уха вот до уха доходим и ухо отрезаем так вот ногтей нету и пальцы руки слабые стали тоже вот это надо иногда некоторые сразу между двух снимают я обычно обдираю а потом потихоньку снимаем между двух к этому уху подобрались палец подсунули можно даже сразу палец туда просунуть он просунется мизра очень аккуратно снимается опа вот обрезали ухо дальше также рукой снимаем опа ну нож меня ущипнул миша скажи расскажешь ему как можно дальше пальцем проталкиваем как можно дальше вот по лопатке по спине по кругу опа все аккуратно вот пальцем все это у нас снимается протянули палец под ногу засунули вот тут очень опасное место поэтому я держу тряпку у меня все время тряпку накидываешь сверху и уже эта тряпка она не даст порваться вашей шкуре вы ее только тоже надо чувствовать вот дотянули до места где надо подрезать обязательно подрезали вот так и снова пропа с тряпочкой если без тряпки потяните вы можете это дело порвать мишаня он снимает полностью или или он разрезает мы снимали полностью но я буду делать тогда как я да петрович вот тряпочка обязательно работать должна удобно когда она у вас вот эта тряпочка она и грязь не дает попасть и подсолываете тряпочкой прижимаете и вместе с ноготком вот с ноготком вытягиваете сначала с одного с одного боку потом с другого боку вот так тут можно теперь еще протянуть немного но не перестараться подрезать сухожилия а косточки вот так вот опа и ножом тряпочкой прижимаем опа эти когти там не надо мы нас заставляли чтобы было все это вот теперь эта лапка будет сохнуть она не запреет вот она как сделано точно так же мы теперь вторую ногу вот мы здесь дошли вот здесь надо чувствовать просто чувствовать чтобы не порвать бывает раз и на матрас это не надо делать опа все подрезали тряпочкой накрыли и и маленько протянули он быстро протягивается и снова сухожилия вылезли и снова мы их подрезаем иначе мы порвем вот здесь подрезали опа вот протянули опа и протянули без тряпочки вы оторвете ногу она вот тут легко оторвется испытана опа с краев крайние сначала выдергиваем вот если не выдернулся специально лежат плоскогубцы или вот так вот с коготком вместе все это вылезло вот это все вывернулось вот здесь в середке три штуки пальца подрезали и и протянули вот опа вот ножом придавил и на излом опа тряпочкой тряпочкой фиксируем на халяву тут не может не пройти не пролезло цепляем если опа вот получается вот классически здесь уже не будет дефекта как раньше нас заставляли не не прятали лапы а заставляли выворачивать и они должны были быть вот так едем дальше здесь у нас протягиваем к животу тряпочку берем можно вот это сразу тряпочкой убирать лишнее вот я не знал что буду обдирать и ногти обрезал по саму обдиральщика должны быть ногти опа потихоньку тянем лучше тряпочкой вот так но чувствуем и вот сейчас мы дойдем по верху не шибко страшно а вот на низу там будет такая такой пупочек такой пупочек вот здесь аккуратно надо здесь нельзя торопиться надо очень аккуратно раз два ну вот он худенький у него практически мездры нет не остается ничего вот на жопе снимаем сначала на задницу тут сняли а тут вот тут надо потихоньку надо лучше подрезать иначе мы вот здесь порвем поэтому лучше подрезать вот он начинается этот пупок где титьки всякая бяка мужская и женская опа так тряпочку стелим ну тут этот задок он обычно крепкий поэтому я его вот пальцы просунули сейчас будем с пальцами с этой тряпкой а вот пальцы можно просунуть маленькая самочка вот прианальные железы кругленькие две и задницу вот так вот эти прианальные железы вот они вот она ее даже разрезал я берут на приманку вот сейчас февраль начало марта ложный гон и прианальные железы добавляют в приманку и самцы реагируют вот это у соболя беременность длится десять месяцев это раньше думали что гон бывает вот февраль март вот и когда соболя бегают парами друг за другом ну потом когда стали держать клеточно вот тут надо аккуратно здесь попало будем так ну сначала чистый обработаем вот эта задняя она туго слазит туго слазит я ее тоже разрезаю это было разрешено ну попробуем снять классическим у самца полегче снимается нога как бы потолще и как полегче тут бывает долго ковырять тогда вот так просто разрезаешь и стягиваешь можно как вы делаете петрович ну так же и делаем вот так ну да или разрезаете нет ну все понятно а у Миши там разрезано или он потом разрезает это потом а когда она ну когда бывает ковыряешь ковыряешь и не можешь вот это место оно знаешь знакомо тебе это ну бывает тогда берешь заранее вот так разрезал и она легче снимается когда туго но если идет значит мы ее доводим таким способом но бывает ни в какую сильно узкое место вот она прошла испытание или когда где крайние вытаскиваем тряпочкой закрываем но есть многие которые не умеют поэтому я тут объясняю все как бы так все нюансы стараюсь объяснить этот этот ложный гон соболя проводят для того чтобы потом летом друг дружку легче найти они как бы ознакавливаются где где кто живет а летом уже у них в июне будет сгон настоящий носят они долго 10 месяцев так ну тут можно или ногу или ободрать хвост хвост попробуем вот так прижимаешь сильно опа вот хвост мы выдернули вот он ну теперь будем воевать с этой ногой вот попал капкан это уже как бы нехорошо но здесь хорошо нога в общем то осталась просто кровоподтек и то я бы не сказал сильно был январь месяц были сильные холода и поэтому этот соболь долго не бился он замерз быстро а бывает вот с осени ноябрь бывает декабре или февраль у нас до 20 февраля сейчас тоже так бывает оттепель и соболь попадает и может открутить ногу открутить и тогда приходишь а вместо соболя висит висит ножка висит ножка висит самое обильное когда вместо соболя висит ножка но это нормально нормально тряпочка тряпочка она хоть тут хоть тут взял ее она под рукой и и ты закрытой тапочкой я вообще тип такой неаккуратный но кто поаккуратнее будет аккуратнее а я покажу как я умею опа выдернули крайнюю ага здесь отошла поэтому наизлом выдернули средние подрезали тут подрезать очень мало было у меня был такой момент что у меня не было свечек я обдирал около печки а потом налопчился я уже практически знал где подрезать и на ощупь на ощупь подрезаю и не смотрю просто это уже вот когда опыт и а вообще соболя конечно обдирают аккуратно меня Эвенок учил очень аккуратно он долго обдирал они помнили когда соболя было мало за соболем охотились по два охотника как за гоном боялись потерять кто поймал соболя спелок было много по семьсот по тысячи по полторы до двух тысяч ловили и вот кто поймал соболя давали большие деньги и поэтому они относились к ним сразу тут надо вырезать вот этот вот хрящик вот по самую туда пипку вот он сюда я положил вот так уши мы выдергивали потом вот так зашивали сейчас их не выдергивает выдергиваются они легко тоже тряпочкой их сначала подводишь так потом раз и выдернул они сохли лучше ну Миша я вижу он не это хвост надо вывернуть а с коготками мы оставляли а ты вот когти выдергивал а мы оставляли оставляли одно время говорили оставлять но я когда был семь месяцев охотоведом я ездил на иркутскую базу и мне сказали не надо они там ни к чему не надо и я потом а некоторые вообще отрезают лапы вот так на последнем суставе ножницами раз 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 вот эвенкийский нож он предполагает вот такое лезвие вот на конус поэтому если ровно или не дай бог если вот сюда загнуто еще с этого хвоста можно сделать два хвоста а давай ножницами а ножницами ножницы аккуратно вот когда а нож вот да сюда можно бумажку я не знаю что делать Миша будет он делать Миша прищепки а он прищепки делает а мы бумажку приклеивали и сохло у меня тоже бумажка вот вот соболь теперь нам его надо сделать мы его хозяину отдадим мы его так выворачивать соболя соболя выворачивать вот можно вот так с этой стороны а можно вот так соболя надо всегда выворачивать мехом по меху не мездра по мездре вот так а мехом по меху ну и поэтому выворачиваем вот так он скользит по меху и мы его вот так выворачиваем А то, не знавшим, можно наоборот. Вот вывернули, в комочек свернули, комочек в шеллофановый мешочек и вот так вот укладываешь. Когда много соболей, стараешься их как можно свернуть, потому что получается большой мешок. Да, Петрович? Да. Так, что еще? А, вот сейчас я пользуюсь случаем, покажу, как Эвенки, они всегда соболя хоронили. Они как бы его уважали, он давал своими заработками деньги, или обменивались, поэтому можно было меняться. А соболя, он должен был остаться как будто живой, и с ним делали такую небольшую экзекуцию. Ему вот с этой стороны надрезали сухожилия, чтобы он не лазил по деревьям. Чтобы он не лазил по деревьям. С этой стороны подрезали сухожилия, чтобы он от нас не убегал. Чтобы он не убегал. Вот так вот. Чтобы он лежал в гнезде, и когда мы приходим, он там спокойно, и мы его там спокойно бы добывали. Разрезали с одной стороны вот так ногу, просовывали. Вот это бытовой такой шаманизм. Чтобы как бы... Наверное, освещения мало. Освещения, наверное, мало. Да, вот, почитание, почитание. Хвост вот так между зубов зажимали. И когда раньше на линях мы охотились, сейчас это уже все забыли. Многие, так, по-моему, уже никто не делает. Когда подъезжаешь, и было видно, на таборе лежало штук 15 савалей. Вот так вот кучкой, вложили их в одну сторону, в одну кучку. А если кто-то охотился, как в стаде, мы охотились, у нас около зимовья они тоже лежали вот так кучкой. Вот такая вот картиночка. Вот сегодня я вам с Петровичем, мы приехали, нам Мишаня подкинул соболя. И мы здесь, в зимовье, провели вот такую вот... Вот такую... Да, ну и урок вам показали. Всем всего доброго, удачи, радости, любви, красоты, здоровья, творчества, гармонии с самими собой и с окружающим миром. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok